МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он всегда нам говорил, что нас было шестеро, двое не вернулись с войны. Мы это с детства самого знали. Он нам все это рассказывал, только, естественно, сам он не знал, где они там, куда они там пропали, где они потерялись, или что с ними случилось. Он это тоже не знал. Узнать, где и как погибли ее родные дяди, стало делом жизни. Для Любови она, не в Ниркарповой. Спустя десятилетия судьба одного из них, Аарона, так и остается неизвестной. А вот где и как закончились дни Моисея, теперь знают все родные и близкие. В эфире проект «Возвращение». И сегодня мы расскажем о трагедии еще одной из миллионов семей. Мемориал в селе Бондарева. Немое свидетельство страшного горя, которое пришло в деревню вместе с войной. На фронт уходили целыми семьями – отцы, сыновьями, братья, родные, двоюродные. Вот и Карповых здесь целый список. В этой семье защищать родину ушли четыре старших брата. Дочери среднего Анания спустя годы пришлось стать настоящим летописцем семьи, по крупицам восстанавливать то, что было утеряно, забыто. Ведь к моменту возвращения отца с войны от большой семьи практически никого не осталось. Отец у нас ушел в 43-м году, а пришел в 50-м. В 43-м в ноябре его забрали, в 50-м в апреле он пришел с армии, так скажем. Потом уже он на Дальнем Востоке, Биробиджане служил все эти годы. Он не знает, когда они погибли, когда они пропали в бездице, потому что все эти извещения приходили уже без него. И когда он пришел, уже в доме жили совершенно другие люди. И ничего, никаких, ни фотографий, ничего не сохранилось. Поэтому я вот знаю со слов бабушки, что вот именно дядя Моисей ушел в 39-м. И потом на него пришла не похоронка, а извещение, что он пропал без вести. Спустя год пришло еще одно страшное письмо. Неизвестна судьба еще одного сына Аарона. Пережить это горе родители не смогли. Мама сердце было больное, бабушка Анна Яковлевна. И она как бы слегла и умерла. И дед недолго без нее прожил. Такая у них семья была, любовь была. И он тут же следом тоже ушел. Воссоединение оставшихся в живых братьев произошло лишь спустя несколько лет. И всю оставшуюся жизнь родные горевали по пропавшим без вести. Не забывать их был завет и подрастающим детям. Любовь Анна Яковлевна потратила долгие годы, чтобы найти хоть какую-то информацию о братьях Карповых. И совсем недавно пришло долгожданное известие. Я писала в Министерство обороны. Ну, я раньше не архив, я просто писала в Министерство обороны. Это знаете, когда я еще писала? Когда Устинов был. Это уже какой год, я даже сейчас не могу сказать. И мне пришел ответ, что данных нет. Ну, вот мы тоже погоревали, что нет, нет данных. А потом дочь моя нашла. Вот именно Моисея она нашла. Ну, я вообще, как увидела этот документ, я плакала. Я не могла. Меня вот даже мороз по коже, я не могла. Я правда. Потому что мы всю жизнь об этом говорили, мы всю жизнь об этом думали, мы всю жизнь жалели, что они такие молодые все ушли и не вернулись. И сколько отец пережил, все-таки приехал к разбитому корыту. И мы как бы об этом постоянно говорили. У нас в семье это было. У нас дети все знают. У нас все знают, даже внуки все знают. С этого документа, опубликованного в общероссийской базе данных в мемориал, и начались дальнейшие поиски, стало понятно. Моисей попал в плен на территории Крыма и находился в заключении в лагере «Шталак-326». Лагерь «Шталак-326» представлял собой прямоугольный участок, обнесенный колючей проволокой, разделенный лагерной улицей на две половины. По воспоминаниям бывших военнопленных, весь лагерь представлял собой большую тюрьму. По подсчетам источников, приблизительное число жертв концлагеря приближается к 65 тысячам человек. Родным Моисея Карпову удалось наладить контакт с поисковиками в Германии. И те не просто нашли документы и установили точное место захоронения солдата. Произошло чудо. В архивах отыскали фотографию бойца. Нашлась фотография, возможно, это ваш родственник. И, может быть, вы его узнаете. Мы сравнили с отцом, а не одно лицо. Потому что мы же помним отца молодым тоже. А не одно лицо. Даже вот все полностью, губы, подбородок, нос, уши, глаза, брови, даже вот эти впадины вот здесь. Но если бы не он был, что-то бы все равно маленько не так. А здесь все. Это потому что мне как бы бабушка нам говорила, что она говорила, мыська. Мыська ошибка был на Анане похож. К сожалению, сам Ананий до этого дня не дожил. Его не стало больше 30 лет назад. Но дочь уверена, для него было бы огромным облегчением узнать, что брат похоронен по всем правилам. Он постоянно вспоминал, постоянно как бы с жалостью говорил о них. Жалко, говорит, мальчишки такие. Они же все карповые. Вообще они здоровые, сильные, высокие, крепкие такие. И поэтому вот я думаю, вот только что сейчас говорили, что вот дядя Моисей 8 месяцев как-то продержался. Наверное, благодаря вот своему здоровью такому крепкому. Крепкое здоровье, конечно, не спасало от ранений. Но несмотря на тяжелые контузии и долгое лечение в госпитале, в 47-м году еще один из братьев, Давыд, все-таки вернулся домой, не зная или не желая рассказывать о том, что на войне стал настоящим героем. Мы нашли, значит, что он награжден, совершил подвиг, награжден медалью за отвагу, а мы даже об этом не знали. Мы только вот сейчас, как бы его приговорили. Он никогда сам не говорил. Из наградного листа. Во время артподготовки товарищ Карпов показал себя исключительно смелым и мужественным при стрельбе прямой наводкой. Под сильным минометным огнем противника его орудие уничтожило два станковых пулемета и одну пушку, достоин присвоения правительственной награды медалью за отвагу. Сегодня у Карповых осталось еще одно незавершенное дело – узнать судьбу Аарона. Пока на все запросы и поиски приходит один ответ – пропал без вести. Но надежда остается. И в скором будущем уже не дети, а внуки и правнуки продолжат сохранять и восполнять семейную историю. Наверное, он радуется. И сам дядя Моисей радуется, благодарит нас, может, если там есть какая-то жизнь. И, конечно же, если бы он был жив, потому что он очень рано ушел. Это от нас. Ему сколько? Он в 80-м году ушел. Ему было 53, 50, около 54 было. Он умер. Вот уже 36 лет. Наверное, его нет с нами. Конечно же, если бы он был сейчас жив, и вот на теперешний ум, я бы все-все расспросила. А тогда как-то почему-то это... Ну, говорили мы много, но вот как вот сейчас бы, я бы сколько вопросов у меня накопилось, почему-то тогда не задавала их, я не знаю. И мы очень рады. И мы... Я постоянно вот, у меня она вот здесь, эта папочка лежит, вот. И я постоянно ее вот пролистываю. Я каждый документ постоянно проглядываю, это просматриваю. Потому что все равно радость от того, что нашелся, что все-таки судьба известна, что он не просто где-то... Косточки лежат, это же много таких, которые вообще судьба неизвестна. Ни на один наш дядя Рон. И вот мы рады, конечно, что мы его нашли, что хотя бы теперь мы знаем. И вот Надя у нас, племянница, хочет в следующий год, да, Надя, поехать. Ищите, и вы обязательно будете вознаграждены, пускай и спустя годы. Вернуть память о павших бойцах наш долг. Именно поэтому сегодня мы вновь можем озвучить несколько имен. Все эти солдаты считались пропавшими без вести. Итак, мы разыскиваем родных бойца Скобелина Василия Васильевича, 1900 года рождения. Призывался на фронт из Хакасской автономной области в 1942 году. Известно, что его жена, Анфиса Скобелина, проживала в Абакане по адресу улица Хакасская, 3. Попал в плен в лагерь Шталак-360. Умер и похоронен на территории Германии. Багрова Павла Петровича, 1914 года рождения. Призывался в армию в 1940 году из Хакасской автономной области. Известно, что его мать, Агафья Степановна Миненкова, в годы войны проживала в селе Чебаки Ширинского района. Находился в лагере Шталак-321. Умер в плену от ран. Если вам что-либо известно об этих бойцах или их родных, обязательно позвоните к нам в редакцию. Телефон сейчас на экране. Но я на этом с вами прощаюсь. Это был проект «Возвращение». И помните, война не окончена, пока неизвестна судьба последнего солдата. Продолжение следует... Продолжение следует...